Сегодня работа кипит и на улице Виноградная. Здесь на спуске ко второй горбольнице уже делали ямочный ремонт. Но нагрузка на трассу большая. Едут и пациенты, и навещающие их родственники, да и жители окрестных домов. Поэтому было решено полностью поменять покрытие. Только в центральном районе ремонт начался на шести улицах. Еще 17 объектов в Хостинском районе, 8 в Адлерском и 20 в Лазаревском. Выполнен ямочный ремонт 72 объектов общей площадью порядка 34 тысяч квадратных метров. В рамках выполнения первого этапа краевой программы выполнен ремонт 45 объектов протяженностью 45 километров и общей площадью 244 тысячи квадратных метров. Это касается не только центральных улиц. По поручению главы города Анатолия Пахомова основное внимание как в этом, так и в следующем году необходимо уделить сельским территориям. Шум на сегодня и на улице Фундучная. Это в селе Багушевка. Здесь не просто прикрыли асфальтом старую дорогу. Полностью поменяли нижний технический слой и только потом стали накатывать новое покрытие. Несмотря на сегодняшние неудобства и шум, местные жители рады. Теперь можно будет без опаски проехать к дому. Тут по колено ямы-то были вообще ужас какой-то. Проехать было невозможно. Там и реверсы все такое, и оладьи были. А сейчас мы просто... Я не знаю, как автобусы ездили, но еще если джипы там нормальные, то такие машины. А тут сейчас народу много живет. Стали очень много ездить. Естественно, нагрузка на дорогу. Давно мечтала Багушевка, потому что перед этим просто собирались все жители, где у кого гравий, чего, латали ямки. Вот так мы и жили. Багушевка всеми забытая деревня. А сегодня она будет расцветать. Всем нам здесь приятно. В целом, в рамках второго этапа программы до нового года в Сочи будет отремонтирована еще 51 автодорога. Общая протяженность более 44 километров. Новая дорога – стимул к другим преобразованиям всего села. Чтобы сохранить покрытие, на фундучной местные жители решили установить так называемого «лежачего полицейского», чтобы гладкая трасса не привлекала любителей стритрейсинга. Сейчас всем селом собирают подписи. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.